Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что же требуется для того, чтобы стать мобильным разработчиком, то есть разработчиком мобильных приложений. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид-разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид-приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия, если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид-разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид-разработчик» за три месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид-разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид-разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид-разработчик» за три месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид-разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране в целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Мобильная разработка состоит из двух фундаментальных вещах. Это андроид-разработка и iOS-разработка. Да, есть Flutter, есть еще какие-то кроссплатформенные решения типа React Native, но мы эту область не будем разбирать, потому что я вам не советую вообще туда заходить, потому что не очень качественная сфера, не очень сильным специалистом будете, потому что если работать на заказах дешевые клиенты, дешевые заказы, лучше сосредоточиться на нативной разработке. Тут, конечно же, две платформы, Android и iOS, и все, больше ничего другого нет. Для того, чтобы разрабатывать андроид-приложения, вам нужно, естественно, желание, во-вторых, прям сильное стремление к цели, и сама программа Android Studio. Чтобы использовать эту программу Android Studio, у вас должен быть компьютер. По последним данным, по последним требованиям, Android Studio выдвигает следующие требования, ну, из таких, что выходят за рамки, это они говорят, что оперативной памяти должно быть на 8 гигабайт оперативки, да. Ну, можно и меньше, но будет медленнее работать. Но вот 8 гигабайт, оно нормально работает, хорошо работает, то есть 8 гигабайт оперативки вам хватит. Но если есть возможность поставить 16 гигабайт, ставьте 16 гигабайт, но по факту 8 гигабайт оперативки вам хватит. То есть, что вам нужно сделать по факту, чтобы начать обучаться Android разработке? И вам нужно взять компьютер, включить его, или если у вас ноутбук, открыть ноутбук, включить. Зайти в Google, вбить в поиск, скачать Android Studio, скачивайте Android Studio, перед установкой удостоверьтесь в том, что если вы на Windows находитесь, что у вас имя пользователя написано на латинице, а не на кириллице, то есть на английском языке. Если вдруг на русском, переименовывайтесь, переименовались, устанавливайте Android Studio, устанавливайте Android SDK, запускаете Android Studio, подключаете специальный модуль, который позволит вам собирать ваши мобильные приложения на реальном устройстве. Берете свой смартфон, включаете на нем режим разработчика, подсоединяете ваш смартфон по USB к вашему ПК, если вы на Windows, если на Mac, то просто через любой провод, который можете подсоединиться к Mac. Подсоединяйтесь, у вас наверху появляется ваш смартфон, вашка марка вашего смартфона, и кликайте по треугольничку, и собирайте пустой проект. И вот это отправная точка для изучения Android разработки. Далее можно изучать Android разработку, лучше всего приобрести, лучше всего записаться ко мне на курс. Если записываетесь ко мне на курс, то можете приступать к изучению Android разработки, даже до этапа установки. То есть мы с первой недели, я показываю, как скачать, как установить, и как все это сделать. То есть, по факту, если вы хотите обучаться у меня, то все, что вам нужно сделать, это включить компьютер и приобрести у меня курс. И все, и больше ничего не надо. У меня есть ученики, которые работают на более скромных ПК, где 6 гигабайт оперативки, а не 8 гигабайт оперативки. Да, чуть-чуть медленнее, но все же терпимо. То есть, по факту, Android Studio вас никак не ограничивает, особых требований даже тому, чтобы войти сюда, для того, чтобы войти в эту сферу, не выставляет. Что очень важно. В iOS разработке все по-другому. Для того, чтобы разрабатывать по системе iOS, то есть, там, под iPhone, под часы и многое другое, вам нужно что сделать? Вам нужно... Нет, все так просто. Вам нужно установить специальный софт, который называется Xcode. Да, он намного круче, чем Android Studio. Там настолько объемный, настолько качественно сделанный. Да, много жалоб на него, много багов от него. Но по сравнению с Android Studio, он очень классный. Прямо качество чувствуется. Ну, как на любой технике Apple. Что вам нужно сделать? Вам нужно установить Xcode. Я недавно себе обновлял Xcode, заново его устанавливал. И у меня, смотрите, у меня, значит, я вам сейчас даже покажу. У меня, если мы зайдем сейчас, я зайду в об этом Mac. У меня, смотрите, MacBook Air M1. И вот у меня он требовал, у меня 16 гигабайт оперативки. И вот он у меня требовал вот эту операционную сеть Ventura 13.2.1. Перед тем, как зайти в iOS разработку, либо перед тем, как, если вы покупаете поддержанный MacBook, во-первых, узнаете, можно ли установить на ваш MacBook вот эту операционную систему MacOS Ventura. Потому что я, у меня была, по-моему, какая-то 11 версия. Причем, что у меня MacBook 2 года всего лишь. На чипе M1 он сделан, современный MacBook. Он у меня, Xcode я не мог скачать, пока не обновил MacOS. Да, пока не обновился вот до этого состояния. И берите, если будете покупать MacBook, берите обязательно с жестким диском от 256 гигабайт. В принципе, хватает. То есть, по факту, чтобы зайти в iOS разработку, вам нужно установить Xcode. Xcode вы можете установить только на MacBook. То есть, по факту, для того, чтобы зайти в iOS разработку, вам нужен MacBook. Идем на сайт ДНС, допустим. Идем на сайт ДНС с техникой. Самый дешевый, ну, самый первоначальный MacBook. MacBook Air M1. Нужно, я считаю, насчет MacBook нужно брать на 16 гигабайт. Сразу советую. Смотрим цен. Нету, да? Идем на зону. MacBook Air M1 16 GB. Ну, смотрите, это 8 гигабайт. Ну, терпимо. Можно брать, но терпимо, но не очень. Вообще, я вам хочу сказать, что на 16 гигабайт довольно-таки редкий MacBook. Вот, я, кстати, нашел. У меня, правда, другого цвета, у меня золотистого цвета. Ну, вот смотрите, Apple M1, это как у меня. 16 гигабайт, 256 оперативки, Apple M1, macOS. Вот, все-все-все-все стоит сейчас 152 тысячи рублей. То есть, очень дорого. То есть, в отличие от Android разработки, мы понимаем, чтобы зайти в iOS разработку, нужны вложения. Да, вы можете на Windows там специальную виртуальную macOS установить и там скачать Xcode, все это сделать. Но вы должны понимать, что разрабатывая таким образом, вы будете не разрабатывать, вы будете устранять постоянно баги, постоянные проблемы. И у вас это будет не обучение, это будет не обучение, не разработка, это будет не обучение, не разработка, это будет просто мучение. То есть, для того, чтобы зайти в iOS разработку, вам нужен MacBook. Для чего вам нужен MacBook? MacBook нужен для того, чтобы установить специальный софт для разработки. Без этого никак. По-другому вы не сможете разрабатывать под iOS. Какой вам MacBook нужно купить? Нужно купить современный MacBook. Нужно купить такой, чтобы был процессор M1, чтобы можно было вам еще раз до этой версии обновиться. Или чтобы она стояла в такой версии. Есть один подход такой же. Можно старый, но для которого будет предустановлен Xcode, но там будет все устаревшее. Поэтому не имеет смысла. Вам нужен современный MacBook на чипе M1 с оперативкой 16 гигабайт, чтобы можно было установить вот такую Mac ось. И тогда вы можете зайти в iOS разработку. То есть, чем кардинально отличается Android разработка от iOS разработки? Прогом входа. То есть, в Android вы можете зайти с любым компьютером, просто скачать бесплатную Android Studio, установить быстренько и начать. Вот это такой Android Studio, Android разработка, такой бюджетный вариант разработки. То есть, зайти просто. iOS разработка это такой элитный вид разработки, который, чтобы зайти сюда, нужны инвестиции. И как вы видели, мы видели немало инвестиций. Потому что, если взяли сейчас, да, MacBook стоит 150 такой тысяч рублей, да, мы его посмотрели. Я два года назад покупал его, ну, 130, но я его покупал за 112, что ли, за 113 DNS. И сколько бы, скажем так, хейта не ходило вокруг продукции Apple, но я вот по себе знаю, у меня нет айфонов, я, ну, вот сколько я по себе знаю, как только я пересел на MacBook, используя его в регулярной деятельности, не только для разработки iOS приложений. Я очень редко возвращаюсь на ноутбук Windows. Я возвращаюсь только в том случае, если мне нужно смонтировать видео, потому что там у меня стоит Camtasia Studio, на которой я привык монтировать видео. Но при этом я понимаю, что если я зайду в App Store, у меня есть DaVinci, которая на несколько голов выше считается премиальным софтом по работе с видео. Ну, по привычке я монтирую на Windows. И я уже, как бы, даже не перехожу, я очень редко перехожу на Windows, потому что я привык работать на MacBook. И когда ты работаешь на продукции Apple, ты понимаешь, насколько это качественно, насколько это такая элитная техника. Вся разница между Android разработкой и iOS разработкой в том, что в Android почти нет порога входа. В iOS он громадный, то есть нужны инвестиции. Если у вас есть современный MacBook, если у вас есть желание, то вы можете стать iOS разработчиком. Но еще одна проблема есть в iOS разработке. По сравнению с Android разработкой очень мало обучающих материалов. Если мы берем курсы, я вот, это сейчас мой второй поход в изучение, продолжение изучения iOS разработки. Я вам хочу сказать, что, во-первых, платных курсов или курсов, которые вы можете там скачать с торрентов, качественных. Их просто нет. Есть один, просто который я нашел, качественных нет. В Android разработке их много. Плюс-минус, с которыми можно посмотреть, чем-то разобраться. Плюс-минус. Да, идеальных тоже очень мало. Там по пальцам одной руки можно посчитать в Android разработке. Но в целом терпимо можно что-то вычленить с одной, с одного курса, что-то с другого, с третьего. В iOS разработке не так. Один курс ты открываешь, смотришь, там настолько все долго. И там люди заявляют иногда такие вещи, которые как бы новички, они не поймут. Ну, поймут, что, наверное, так и есть. А люди, которые придут даже с Android разработки, они поймут, что это дичь какая-то на самом-то деле. А есть второй курс, который человек показывает, у него что-то не получается, он потом говорит, а мне это не надо. Или, а вам это не надо, а вы не будете это использовать. И по факту там 80% теории, практики очень мало. И вот даже обучающих материалов в открытом доступе очень мало. Поэтому, заходя в iOS разработку, нужно быть готовым к тому, что вы будете очень плодотворно копать. Прям копать, копать информацию. Но с другой стороны, по сравнению с Android разработкой, она очень легкая. Очень многие вещи там додуманы, которые не додуманы в Android разработке. Очень проще все реализуется, очень более приятно писать код. Очень классный вариант делать интерфейс. То есть, очень классно и классно. Я вас прошу, если вас будет интересовать открытые уроки по iOS разработке, чтобы вдруг вы захотите изучать iOS разработку, у вас есть MacBook, и вы сможете установить X-код современный. Если вам интересна iOS разработка, и вы хотите открытые бесплатные обучающие уроки, то пишите в комментариях. Я буду выкладывать такие уроки. Но в целом, цель этого видео рассказать о том, что для того, чтобы стать разработчиком мобильных приложений, в первую очередь, нужно определиться с платформой Android или iOS. Да, можно писать и по две платформы, но нужно начать с какой-то одной. И проще зайти в Android, потому что ниже порог хода. Вот смотрите, пример. Я захожу в Яндекс, да, есть такой сервис по ключевых слов, да, Wordstat Яндекс. То есть, что люди вводят, да. И вот, допустим, давайте брать глубинные такие вещи. Для того, чтобы мы могли работать с сетью в Android разработке, мы используем библиотеку Retrofit. Давайте просто вобьем Retrofit. Да, сколько запросов? 8. Ну, скажем так, давайте выбирать не сильно оптимистический прогноз. 1116 запросов в месяц. У iOS есть два варианта, как вы будете работать с сетью. Во-первых, это URL session 255 запросов. Взяли менее оптимистичный 1000, здесь 255. И есть еще библиотека, если я не ошибаюсь, она Lamafire называется. 499. То есть, даже берем 500, самый оптимистичный. Да, но хотя, вот, скорее всего, вот он, этот результат. То есть, в 3-4 раза меньше. Почему такая ситуация происходит? Что меньше людей заходят в iOS разработку? Это все же та же самая причина. Потому что большой порог хода. Нужна инвестиция. Многие не готовы на эту инвестицию. Многих нет у MacBook'ов. Поэтому идут все в Android. Такая вот ситуация. Если у вас, если вы хотите легкий вход в профессию мобильного разработчика, берите, выбирайте Android. Если вы, как я, фанат компании Apple, продукции компании Apple, то я вам советую выбирать iOS разработку. Потому что, если вы фанат компании Apple, я вам, я больше чем уверен, что у вас есть MacBook. Да, и, кстати, я вообще опустил этот момент. Можно тестировать свои мобильные приложения, разрабатывая под iOS. И не на реальных устройствах, а на эмуляторе. Эмулятор очень классный. Там в Xcode. Поэтому такая ситуация. То есть Android или iOS. Выбирайте, что больше хотите. И на что сможете оперироваться. То есть, на что сможете операться. Есть же у вас MacBook, нет MacBook. А ходите Android, ходите iOS. Что по душе, то и выбирайте. И там, и там очень хорошие заработки. Очень хорошо можно развиваться в качестве специалиста. Но всегда нужно помнить, чтобы зайти в iOS разработку. Вам нужен MacBook современный. К сожалению или к счастью, это так. Ну а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.